Предпоследний раз идем в школу в этом месте. Вернее, не так, из этого места идем в школу. А так дети еще сюда будут ходить полтора месяца, на самом деле. Будем их возить из нового дома. У нас тут какой-то мощный ремонт идет вообще. Перекрытые тротуары местами, местами дороги. В общем, мы сейчас съезжаем, но они довольно быстро двигаются. Буквально, не знаю, за неделю, наверное, закончат, мне кажется, на нашей улице. Потому что я видела, как они другую улицу делают. Следующий день сегодня, четверг. Хочу собрать обувь, но при этом, во-первых, часть обуви явным образом надо постирать. И решить про другую часть обуви, забирать ее вообще или нет. Или прямо здесь расхламить. Вот, например, так выглядят кроссовки Гордеи. Я их в какой-то момент зашивала, он еще проходил в них полгода. Но в итоге все равно у него нога выросла так, что уже невозможно. Относить. От этих избавимся. У Андрея тоже есть всякие с протертыми носами. Вот. И, я не знаю, перевозить, наверное, будем отдельно коробочки вот эти и отдельно обувь. Так будет компактнее, потому что не так мало получается в сумме. Здесь у нас тут сверху еще тоже всякие вещи, которые тоже надо забрать. Памперсы, которые у нас друзья оставили. Мы их передаем следующим друзьям, которые приезжают с детьми. Тут уже, в общем, все как-то не очень. Мы начали активно собираться. Тут маски, перчатки, которые из посольства, из российского, которые мне достались, когда я ездила голосовать. Робот наш старый. И мы его тоже заберем. Новый уже убирался в новом доме. И вот эту штуку, кстати, тоже, наверное, надо снять будет. И вот эта штука. Получилось две коробки обуви, даже на самом деле. Наверное, две с половиной сейчас я тоже скидаю в верхнюю. И вот. Все чисто. Сами органайзеры тоже какое-то место занимают, конечно. Няшечка, мы спасены. Приехал пылесос. Ура, слава богу. Потому что мы Дайсон уже отвезли туда и думали, что придется его туда-сюда возить. Хорошо. Хорошо, потому что мы сможем спокойно прибраться после того, как вывезем вещи. О, и Андрей там принтер притасил уже и комбик. Няша. Ну, я его, конечно, распаковала. Но, наверное, чтобы перевозить, надо будет нас этого стола запаковать. Но сейчас Андрей им уже пользуется. Убирает как раз там. Попа очень маленькая, голова очень большая. Няша. Диссонанс. Как-то отдельно, видимо, на руках надо будет перевести гитары. Это Андрей ходил с детьми в музей микробов. Чашка Петри. Они тут что-то выращивали. А это, кстати, мельница, которая работает от солнечной батареи. Все пыльное, грязное. Почему всегда вроде живешь, все нормально, начинаешь переезжать. Какой-то трэш. Жестокая, правда, про комнату подростка. Но, тем не менее. Так, это, Горде, кажется, я приготовила выбрасывать. Постельное белье сейчас постираем, чтобы переехать все-таки. О, боже. Смотрите, что у нас тут происходит. У нас плющ атакует дом. Так вот, да. Все перестирать. Постельное белье. Одежду. Сейчас будем наводить порядок. Ну и собирать вещи. Я лет с 14, наверное, Горде уговаривала проколоть ухо. Мне очень нравится визуально. Но он какое-то время говорил, что, ну, типа, я не готов, не хочу. Окей, я не настаивала. Но когда вот он был в России сам, он пошел и сам проколол. Я ему уже ничего не говорила. Вот, теперь он даже меняет сережки, в отличие от меня, потому что я по жизни нашу одну и ту же. В общем, у него тут целая коллекция. Ты выглядишь как, даже не знаю кто... Автомеханик. Нет, герой какого-нибудь, знаешь, фантастического боевика с бластером. Бластер заняла. Нет, герой какого-нибудь, знаешь, фантастического боевика с бластером. Произодrators. Э Mé around the world. Высой. Нет! Он очень любит. Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь у нас была ванная, вернее раковина, с которой можно почистить зубы. Туалетную бумагу, наверное, можно убрать. Здесь тоже все мы убрали. Здесь все чисто пусто. Как-то так. Давайте пройдемся по дому, посмотрим. Во-первых, может, я что-нибудь забыла. Во-вторых, просто хочется для себя даже скорее снять такой хаус-тур. Это был кабинет, в котором у нас дочка в основном работала на компьютере, училась здесь. И это такая односпальная гостевая комната, в которой иногда оставались друзья. Комод тоже остается. Стол, который мы с вами вместе перекрашивали в одном из влогов, тоже остается. Стул остается. Здесь у нас дальше еще на третьем этаже постирочная. Здесь досушивается последняя стирка белья. Стоит... Как это называется по-русски? А где тушитель? А где тушитель? Здесь у нас как раз была сортировка текстиля и корзины для грязного белья стояли. Это вот мы сейчас заберем, когда дослушаться. Так, так, так. Все пусто, чтобы вы не забыли. Здесь можно хранить учук, что мы и делали. Правда, учуком мы не пользовались. Смотрите, какая красота. Идем на второй этаж с третьего. Да, сан-стейд-дайсинг мы, кстати, оставляем тоже арендатором. Ванна. Ванну я помыла сантехнику, унитаз. Так, надо, наверное, здесь где-нибудь выложить туалетную бумагу. Всегда нужна, когда только заезжаешь, всегда есть какие-то проблемы. Здесь у нас был кабинет Андрея. Пластинки так и остаются, потому что, когда начинаешь выдергивать какие-то штуки, когда люди еще не готовы на что-то их заменить. Выглядят очень уродливо всякие вот эти вот торчащие гвозди стены. Поэтому пока оставили. Окошко, наверное, даже не знаю. Давайте закроем. Остается полочка, остается лампа, остается торшер. Люстры мы так и не поменяли с тех пор, как заехали. Много раз думали, сомневались, надо ли менять. Так, заодно протру. Здесь какие-то, кстати, следы, которые были еще до нас. Остаются у нас здесь кусочки умного дома, чтобы работали датчики движения, чтобы свет включался, когда заходишь, выходишь в некоторые помещения. Сейчас еще тут немножко приберусь тоже и пойду дальше в следующую комнату. Еще одно помещение на втором этаже. Это детское. Здесь у нас дети спали. Ну, кровати, конечно, не так посередине стояли. Остается телевизор. Остается пустой полностью пакс. И последнее помещение на втором этаже. Это комната Гордея. Мы тут, ну, мы на самом деле везде делали ремонт. Грязный комод. Комод мы забираем с собой. Кровать остается. Как взлачилась миши. Секунд. Совсем немножко, на самом деле. Обычно, когда переезжаешь, прям много-много всего лишнего. Вот сейчас хорошо. Вот сейчас хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...